Приветствую, друзья. В чем заключается суперсила путинского режима? На мой взгляд, режим, и это заслуга самого Путина, развил способность находить и вытягивать на поверхность самые плохие человеческие качества – алчность, злобу, зависть, комплексы. Когда-нибудь в будущем ученые будут изучать путинский режим, и перед ними возникнет необходимость выбрать какого-то персонажа, чтобы наглядно охарактеризовать этот период. Я бы предложил историкам будущего взять в качестве иллюстрации путинской эпохи Мизулина. Точнее, двух Мизулина – мать и дочь – Екатерину и Елену. Мне кажется, что лучшей иллюстрации негативной моральной селекции, которая так характеризует этот режим, просто не найти. Фамилия Мизулиных давно стала нарицательной стараниями Мизулиной-старши. Елена Мизулина известна своей ожесточенной борьбой за так называемые традиционные ценности и прочно ассоциируется с консервативной идеологией. Японские мультики, аниме, пожалуйста, в интернете просто омерзительные. К тому же мультики, дети это сразу сглатывают. То есть это просто прямое попадание в детей. Она приложила руку к практически любому мракобесному закону за период с 2008 по 2015 год. Тогда Елена Мизулина заседала в Думе во фракции «Справедливая Россия» и возглавляла комитет по делам семьи женщин и детей. Так, в 2010 году по инициативе Мизулиной был принят закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Этим законом расширялись основания для блокировки сайтов. Мизулина – противник абортов. В 2014 году с ее подачи реализован ряд инициатив по их ограничению. Елена Мизулина была соавтором закона об оскорблении религиозных убеждений чувств граждан. С 2013 года по такому обвинению можно получить штраф до 500 тысяч рублей или даже сесть в тюрьму на три года. Думский комитет Мизулиной предлагал такие идеи, как введение налога на развод, усиление роли РПЦ при разрешении семейных конфликтов и проблем несовершеннолетних. А своих оппонентов, которые были не согласны с ее экстравагантными предложениями, Мизулина старшая причисляла к педофильскому лобби. Своеобразный портрет вырисовывается. Но, с другой стороны, раз ли человек не имеет права на экстравагантные взгляды? Даже если кто-то считает эти взгляды неправильными, консервативными или даже маркобесными? Ну, конечно, имеет. Вот только в случае с Еленой Мизулиной дело не во взглядах, а в их отсутствии. Стоит посмотреть на ее карьеру, чтобы убедиться, что ни взглядов, ни принципов у нее нет. Елена Мизулина начинала свой политический путь с демократического блока Егора Гайдара «Выбор России», от которого была избрана в Совет Федерации в далеком 1993 году. Но достаточно быстро переметнулась в партию «Яблоко», когда почувствовала лучшие перспективы. Я считаю, что Явлинский – это вообще судьба России. Мизулина два раза избиралась от «Яблока» в Думу, но уже в 2001 году перешла в «Союз правых сил», который в начале 2000-х выглядел как либеральное крыло партии власти. В СПС Мизулина занималась продвижением очень демократической версии закона о СМИ. В нем, например, предлагалось полностью запретить государственным органам и предприятиям быть учредителями СМИ. Еще Мизулина внесла законопроект об отмене льгот и пенсионных доплат для депутатов и выступала за исключение из УК понятия смертной казни. То есть до 2003 года Елена Мизулина прямо либерал из либералов. Но вот происходит дело ЮКСа, режим разворачивает страну в сторону авторитаризма, демократические партии «Яблоко» и СПС не проходят Думу. И уже в 2005 году представитель Госдумы в Конституционном суде Елена Мизулина отстаивает отмену губернаторских выборов. Отстаивает так же горячо, как до этого либерально-демократические ценности. Например, судья говорит, Ходорковский, Лебедев и Крайнов невиновны. Вот я прочитал все это дело, понял, невиновны. Как только они выходят, отсидев уже и так немало, тут же государству говорят, а я считаю, что это надо обжаловать. Обратный бум, полтора года КПЗ. А в 2007 году Мизулина-старшая вступает в провластную консервативную партию «Выхухолей» «Справедливую Россию», которую возглавляет старый знакомый Путина Сергей Миронов. Самый главный патриот Украины – это президент России Владимир Путин. Но лучше всего беспринципность Мизулина-старшая иллюстрирует принятие закона Димы Яковлева или закона подлецов, как его правильнее называть. Изначально Мизулина выступала против запрета на усыновление иностранцами российских сирот. «Мы лишаем детей возможности приобрести нормальную семью», – говорила она. Но после команды «Сверху» послушно проголосовала за самый отвратительный и людоедский закон в истории современной России. Вы высказались изначально резко против, а потом вы сказали следующее. Но сегодня нет никаких сомнений относительно правильности того решения. Это уж прям такое 180 градусов. Да. Почему? Я скажу, что когда голосовала за закон Дима Яковлева, это было политическое голосование. Отсутствие принципов и аморальная гибкость – это отвратительные качества, которые помогли Мизулиной сделать карьеру самой и дать старт карьере дочери Екатерине. Помимо прочих постов Елена Мизулина занимала позицию в попечительском совете Лиге безопасного интернета. Лига была осознана православным бизнесменом и спонсором оккупации Крыма Константином Малафеевым. На бумаге Лига занимается спасением детей от порнографии, насилия и буллинга, а по факту выступает псевдообщественным инструментом цензуры. С 2017 года директором Лиги безопасного интернета работает дочь Елены – Екатерина. Да еще как работает. Хотя Мизулина старшая до прошлого года численность сенатором в Совете Федерации уже несколько лет под Мизулиной по умолчанию понимают Екатерину. «Какую музыку вы слушаете? Да слушаю я шаманы гимна России, больше ничего не слушаю. Почему вы занимаетесь этой деятельностью? Да Бог так решил. Не знаю я, почему я этой деятельностью начала заниматься». Екатерине Мизулиной удалось добиться невероятного, сделать из доносов и цензуры шоу-бизнес. Рецепт простой. Берется хайповая тема или популярный артист. Из консервативно-маркобесных позиций пишется жалоба в соответствующие органы. Первыми под руку попали Юрий Дудь и Моргенштерн. После жалоб Мизулиной-младшей нашли пропаганду наркотиков и оштрафовали. Причем на самом деле мало кто так много говорит о вреде и опасности наркотиков, как Дудь. Но это не остановило Мизулину, а Юрия не спасло от штрафа. Особенно развернулась Екатерина Мизулина после начала войны в ведении военной цензуры. Она угрожала прокуратурой. Популярным музыкантам с антивоенной позицией добилась своего. Другого кумира молодежи она выгнала из России, угрожая повесткой в армии. Жертвами доносов Мизулиной-младшей стали музыканты, блогеры, журналисты. По данным Верски, она написала в общей сложности 166 жалоб. Из них 14 завершились административными делами. 4 уголовными, 49 человек выполнили ее требования. Но феномен Екатерины Мизулины не только в массовости жалоб. Она научилась капитализировать доносы. У Мизулиной свой YouTube и Telegram-ханал. Жертвы доносов публично извиняются перед ней, как перед Кадыровым, и делают совместные фото. У нее достаточно солидная группа фанатов. Она даже умудрилась поехать с туром по городам России. Представляете, тур как урок звезды только вместо песен, рассказа о доносах, жалобах, цензуре и традиционных ценностях. Впрочем, надо отдать должное российской молодежи. В рамках тура Мизулину критиковали хейтели и массово уходили с ее выступлений. Когда у России формируется образ страны, где снова просыпают свои доносы, вот это плохо. И я говорю о том, что... Давай-давай-давай, по факту, в чем плохо. И я говорю о том, что... Десятки тысяч, сотни тысяч россиян покидают страну и уже без возраста. Но ты про лешера не договорил мне даже. Это один из примеров. Многие айтишники уехали из этого. Многие граждане нашей страны покинули страну. Ровно с того, и начинается история с доносами вновь. Как я говорил в начале ролика, феномен Мизулиных — это суперспособность путинского режима культивировать в людях самые низменные черты. Но одновременно это приговоры режиму. Не может, ну просто не может бесконечно держаться власть, которая называет пороки добродетелью. Режим, в котором такие люди, как Мизулины, проповедуют мораль и нравственность, долго не проживет. Когда-нибудь он съест сам себя. Счастливо вам. О Замезулиных не беспокойтесь. Время расставит все по местам, и они останутся в истории как трудовая династия приспособленки и доносчицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова